привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть с карим dragonborn в последней серии мы нашли вот это вот без сомнения одно из лучших подземелий данной игре но то есть не в самой игре в дополнение dragonborn потому что тут куча пауков над ними непонятно ученый проводил эксперименты в результате начал выводить взрывающихся каких-то вот просто кошмар пакость там все в паутине не хочу туда возвращаться но в итоге мы нашли здесь черную книгу так что пойдем в апокриф посмотрим что же нас тут ждет скорее всего как обычно полная шиза куча этих ищущих то есть пакость просто пакость но я обожаю это место я знаю его обожаете и вы хотя вот именно это какое-то жутковато темно пойдем потихоньку разбираться пакость какая пакость так штука предтеча потом почитаем если не забудем доши ой я забыл что дождь и не тихо чё такое а вон она чё то есть тьма это смерть но это что-то совсем крутое хорошо мы справимся хотя чё нам мы же все таки давакин они абы как так но принципе нужно было похоже идти вот за этим тихо почему меня жжет вернее такой звук как будто мне жжет да блин офигеть я в первый раз вижу чтобы кроме щупальца тут вылезала так страшная штука так куда идти совсем понимаю что происходит мне бы не помешал магический свет но по сути не так страшно вообще то что происходит здесь потому что жжется не сильно блин это самое неприятное место в апокрифе и ненавижу такого рода темноту так хорошо и что же дальше блин эта игра света и тени меня просто убивает спокойно мы выживем ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это самое печальное место япона мать вот это мы попали так спокойно побежали нас кучим этому гаду на на получи на она на а я не хочу тут находиться это слишком страшно у меня больше нет зелий нужно экономить хорошо а вон там судя по всему что-то крутое хотя нет нам вряд ли так ладно надо более осмысленно действовать потому что эти лампы они так ну и нафиг блин а тут никто ничего не подсвечивает да вперед 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 вот вы пожалуйста выпустите меня отсюда это плохое плохое место какой неприятный звук какие неприятные монстры тихо 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 ребята нужно сохраниться нет только не без света давай 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 потихоньку подкрасться это теме не мой противник но она же и мой союзник давай отлично так маленько отдышаться от этого шума до свидания пишите письма он вы да неприятно он пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел хорошо догон блин я ненавижу зато он конечно ничего не видит харкер скрытин вернее какой харкер совсем мало бегом 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 устанавливайся пожалуйста быстрее да у меня как на зло птичек мало так короче говоря где у меня там один из моих даров он мне тут я думаю понадобится хорошо подожди а как его используется интересно а понятно все все отлично теперь надо бы сохраниться и вперед с песней согласитесь такого в апокрифе мы еще не терпели никогда хорошо новая глава отлично так сапфир пустой камень душ ну вот этот кстати хорошая находка так это мы читали про пси джеков а так это уже выход не такой уж и большой оказалось да вот раз путешествие по апокрифу и что же вы мне даете искатель силы боевые навыки эффективнее на 10 процентов хорошо заклинание на 10 меньше магии тоже неплохо правские навыки эффективнее на 10 лично стелс наше все все пора возвращаться это было неприятное место ухах аж передергивать его да какой кошмар дождь как ты тут чем не так и будет теперь жечь это непонятная фигня звук-то неприятный по сути давайте попробуем сохраниться а теперь загрузиться потому что эти звуки они просто сушат мои уши да нормально фу ну что я не думаю что здесь будет еще что-то хорошее в этих подземельях потому что все что могли мы по сути сделали давайте выходить вернемся в рейвенрок и посмотрим возможно ли так как стать у нас тут дверь же еще одна есть возможно тот товарищ уже закончил свою работу по раскопкам так это что иди сюда родной кровь-то красная какая пакость ненавижу так хорошо что-то новое не сказать что сильно новое потому что здесь по сути а нет вон что-то еще есть я думал мы сюда ради сундука шли да дела лук почти разрежем нам это сейчас не критично есть ощущение что мы сейчас просто найдем еще один выход отсюда что для нас в принципе будет удобно потому что нам собственно выход только и нужен на грабители 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 вам остается только посочувствовать явно не в ту пещеру зашли но это кто-то вообще пусто что ли ну ладно зато здесь есть выход рубина если бы у меня не было столько рубина дома я бы может даже заинтересовался ну хорошо выходим отсюда мне как-то поспокойнее даже стало раз тут больше ничего нет тихо дошла ладно само ты тоже сдетонируешь понятно мне как скрытому персонажу только сейчас становится ясно что оказывается они реагировали на движение эти коконы и когда я мимо них прокрадывался такой весь незаметный оказывается они просто меня не замечали и поэтому не лопались хорошо потому что нужно быть значит осторожней тут коконов этих еще полно вот допустим давайте просто уходите отсюда мне не нравится эта пещера мне не нравится то что я в ней нашел слишком уж все погано сколько у меня получается уже черных книг 1 2 3 4 5 6 обалдеть хорошо вскоре больше мне тут особо делать нечего так это хибарка моего племени медовый зал тирск был основан хротмундом который первый скалов решился жить дикой местности подобно древним норским воинам в результате этот зал перешел к риеклингам а риеклинги в итоге перешли ко мне так что все нормально по сути можно сказать что этот медовый зал теперь наш так ладно пришли хорошо ну что там мы были тут мы были и собственно у нас где-то где-то на побережье еще был непонятный склеп который я так и не понял как открыть курган джилденхал давайте переместимся сюда просто посмотрим его я так и не нашел квест который открывает и скорее всего уже не успею если только оно мне на глаза не попадется потому что уже надо заканчивать я уже по обливину соскучился по сути уже просто с ластеем излазим вдоль поперек небольшой островок оказалось но достаточно такой напичканный всем чем можно так вот и оно дверь в скале подожди это же дверь не открывалась по-моему или она открывалась но там внутри что-то было закрыто я не помню а ну да здесь у нас здесь у нас вот проход мы его открыли и здесь какая-то непонятная закрытая дверь открыть которую можно только ключом непонятно хорошо пойдем уже на Рейганрог неужели этого ключа нигде здесь нет самый богатый клад на всем состриме да тоска и печаль здесь здесь похоже фрагмент брони смертельной метки стал гримовый с которым мы особо не гоняемся что как это произошло хорошо так рейганрог давненько мы тут не были навестим сгрузим свои вещи и заодно посмотрим сейчас отоспаться маленько нужно заодно посмотрим как у нас там товарища своими раскопками он уже под задолбал честно говоря уже наверное месяц прошел с того момента как он начал броня прикольная но вот это вот плащ как-то не знаю не идет он сюда это солнце я тебя повсюду ищу тебе просили кое-что передать лично в руки отлично посмотрим ну это хорошо ладно мне пора пока так это кто там бегает что они там напряглись вообще ситуация какая ситуация подожди что происходит дракон блин так поговорим потом это нормально так слушай подожди сюда я уверен что на тебе не сработает давайте вообще почитаем про этот крик я им не особо пользовался сами камни слушаются вашего крика так у нас по полной прокачан сейчас главное он здесь явно не сядет в городе нигде и сразу сел и что полетели что уж коль пришел вот это поворот да ну по сути нам так часто полетать помаленьку как видите как видите остров вообще маленький прикольно давай приземляйся уже там товарищ у меня долг хочет все 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 родной идти больше не хулигань увижу накажу так ну что даша ты не испугался за меня это офигеть я сам офигел дракона это конечно да так так теперь где-то торг и и и и и вышло мне боком он должен был кредитор по имени моргул 1000 септимов теперь моргул ожидает что я заплачу долг дроваса если я этого не сделал он продолжит посылать за мной клаворезов продолжит а так это клаворез появлялся значит пусть продолжит как бы проблем то какие и хоть полк вырежем всех так ну раз таки дела где там этот гад по поводу тех денег дровас был должен тебе или я могу просто тебя убить нет по как насчет того чтобы ты взял половину боишься все вали своей дорогой ракетир чертов иди сюда ну и что ты прилетел пошло пошло давай приземляйся какой же ты здоровый ну полетели покатаемся еще маленько народ там просто такой пачки открыл в этом муравинроке такой бычки изо рта такие поупадали нормально по сути можно выжечь по сути как бычки ну ладно зачем мне это просто когда так улетаешь на него такой мощь сила хорошо блин ну еще к тобой управлять получше можно было бы это ты крутишь над одним местом давай как нибудь все опускай меня на землю сейчас опять туда же приземлить наверное ну не совсем ладно бобик пиши письма да хорошо пойдем к своим что там у нас ну это было круто смотри все не успокоится чего чего вы видели только что на ком я летал вообще что ли ну ладно а понятно они обиделись на меня за то что за то что я убил их сородичей дракон давай ну конечно урон ты боль не наносишь лежать я бы просто увидел я не знаю я бы испугался офигеть вас тут верберы это не просто оборотни это что-то злее во что я в леса петя мне кстати здесь лечение практически нет так мне пригодится аспект дракона иди сюда ты на месте что ли лунная походка ты посмотри мне хана кстати говоря надо бежать лечиться то нечем ооо ты блин надо как-то надо какие-нибудь эти зелье купить дракон давай пока там зажигай все таки открытый бой это не мое ну че сейчас пойдем убью к чертовой матери этих уродов ну прикольно да так так сохраняемся почему-то у меня вторую руку драконий меч не поставился ладно пойдем ладно пойдем суровые твари такие в руаных штанах подожди дракон вышел из-под контроля явно это зря это зря сидеть так ладно ты мне не нужно сейчас сиди на месте мне нужно дойти примерно вот сюда я бы на тебя полетел конечно если бы ты был управляем но ты у меня кружишь на одном месте только короче говоря эти оборотни похоже на меня зуб точат вы видели что с ним происходит по три по четыре штуки нападают за то что я вырезал их семью так там никого не трогай там наши прикольно в такие моменты даже как-то крепнет вера что не все еще сделано на острове но по сути если вдуматься все вот это последний квест и мы его завершаем ну как дела родной я тебя запарился ждать уже что происходит это не хорошо мы только у нас есть несколько раз когда что-то решило что я могла спать все минеры были мертвы и я была следующая в линии не думай, что кто-то еще сделал это это то, что я получил за спать что теперь ну если ты хочешь с этим делом то эта вся маленькая оборудка у нас может быть и все это было как раз когда место начало мы могли бы потерять что-то я не знаю так ну что остается только идти в драугр ой в драугр были в курган и уничтожить драугров даша пойдем дракон надеюсь с нами не полезет курган скорее всего будет огромный ну с драконом это прикольно реализовано но управлять им можно было бы и поудобнее сделать конечно потому что по сути ты им не управляешь ты садишься на него и он тебя катает как лошадка где-нибудь в парке шаг влево шаг вправо он уже все отказывается он как по вейпоинтам летает мне это даже напомнило была такая древняя космическая игрушка Nexus там кораблем примерно так же управлял говорил он примерно куда идти все так ну что давайте на этом закончим наверное в следующей серии пойдем по этому кургану и посмотрим что мы тут найдем кто-то пришел вроде нет но я слышу там дофигища драугров так что увидимся в следующей серии разберемся с этим курганом и скорее всего закончим посмотрим сговорю точно не будем пока загадывать возможно еще что-то интересное найдем но как бы там ни было практически уже распрощались с игрой увидимся в общем с вами был Артур всего хорошего пока-пока-пока субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...